На пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского завершена засыпка фундамента на участках дорог. Начались работы по прокладке подземной коммуникации. Кольцо на новой развязке будет необычной, слегка вытянутой формы. Она была разработана специально, чтобы нагрузку с поверхности улиц выдержали своды станции метро. Классическая круглая форма оказалась бы слишком тяжелой, метро находится как раз под развязкой. Для движения организуют три полосы шириной 5,5 метров каждая. Строители должны оборудовать и тротуар. Пока закрыты движения автотранспорта по Московскому шоссе в направлении центра города на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. Строителям предстоит провести масштабные работы по переустройству сетей ливневой канализации, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На кольце установят новые фонари, светофоры, три остановки общественного транспорта, а также современную систему видеонаблюдения. По предварительным прогнозам, развязка в районе станции метро Московская будет открыта для движения в конце этого года. Больше тысяч обманутых дольщиков готовятся в этом году к новоселью. В эксплуатацию ведут несколько проблемных объектов. В прошлом году удалось достроить 8 многоквартирных домов для тысячи с лишним жителей. Завершается строительство дома номер 10 по улице Тухачевского. Здание начали возвратить в 2005 году. В строительстве участвовали 211 дольщиков. Планировалось возвести 4 секции от 10 до 16 этажей. Работа затягивалась. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так и не сданный дом внесли в список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилениями городского и областного департамента строительства определили нового подрядчика. Он завершил возведение всех четырех секций, провел все коммуникации. Сейчас ведутся внешние отделочные работы. Застройщик обещает сдать дом к началу четвертого квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков продолжается. За пять лет очередь сократилась с 22 до 3 тысяч человек. Кроме того, не появилось ни одного нового проблемного объекта. Продолжается комплексный ремонт улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в списке 41 улица. На Галактионовской работают две брикады. Пока одни укладывают верхний слой дорожного покрытия, другие готовят съезды и парковочные места. Галактионовская имеет важное значение. Она является частью гостевого маршрута и ведет к площади Куйбышева. Ремонт ведется на участке в 2 километра. Завершить работу подрядчик обещает в октябре. На Косногринском шоссе идет презерование асфальта. Работы ведутся на участке длиной почти в 10 километров. От Волжского шоссе до моста через реку Сок. По проекту проезжая часть расширит с двух полос до четырех. В центре и по обочинам установят ограждение. Весь участок оборудуют пешеходными переходами, метафорами с возможностью кнопочного регулирования, а также посадочными площадками и пандусами. Ремонт ведется ночью с 22 часов до 6.30 утра. Днем ведутся подготовительные работы. Движение для транспорта не закрыто, осуществляется по одной полосе по реверсивной схеме. Полностью завершить ремонт Красногринского шоссе планируется в сентябре 2018 года. В Струковском саду установили бордюрные камни, систему электроснабжения и автополива. Уже завершены все демонтажные работы. В парке срезали все асфальтовое покрытие, уже началось укладывание тротуарных лиц. Также будет восстановлено ограждение. Из металлических решеток снимут старую краску, отреставрируют кирпичные столбы. Обновится и освещение. Парк украсит на вести, визованные под Кашкинскую эпоху. Приведут в порядок памятник Максиму Горькому и фонтан на ходе. Вместо разрушенного бассейна установят детскую площадку. В Струковском саду обустроят зону для занятий спортом, приведут в порядок скейт-площадку. В парке восстановят дорожки, фонтаны, а также площадки для аттракционов. Зимой она будет использоваться под котов. Восстановят летний театр, планируется сделать в нем разборные стены, чтобы зимой в театре можно было работать. Для отдыхающих установят скамейки, шезлонги, велопарковку, беседки. Работы в Струковском саду должны завершиться этой осенью. Городская администрация обещает сохранить исторический облик парка. На проспекте Масленникова по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт большими картами. На объекте задействованы две бригады – 40 человек и 15 спецмашин. Смена начинается в 22 часа. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Работы ведутся на участке от Новосадовой до Маломосковской. Это около полутора километров в длину. Ремонт проводится с соблюдением всех технологий. В качестве проверяют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». При выявлении недочетов следят за их своевременным подстранением. Новый асфальт укладывают сначала на одной стороне улицы, потом перейдут на другую. Гарантия на новое покрытие – два года.